Ушастое трио В формате 7.1 Корсар, Шок и Сомик Будущее по HTC Репортаж с презентацией новых смартфонов На операционке Windows А также очередной тупой гаджет недели Очередная порция плоских шуток И очередной объемный сюрприз От Алины Привет! Привет! Че делаешь? Видишь, футбол гоняю Ну что, мазилы, получайте банку! Кралиночка! Не женское это дело Футбол Давай вам лучше передачу вести У меня там в финале кубка Серия послематчевых пенальти Эти кубки надува Была Ладно, не переживай Давай лучше посмотрим, что наши ребята сделали Неужели новый телефончик? Ну это не совсем телефончик Ну а что? Поезжай Это смартфон от HTC Смотрим! Недавно в Москве прошла презентация новых смартфонов HTC под управлением операционной системы Windows Phone 8, на которой побывали наши специальные корреспонденты Эта сладкая парочка смартфонов HTC нацелена на разные сегменты рынка Высшей ценовой категории за симпатией потребителей станет бороться модель Windows Phone 8X с ценником около 20 тысяч рублей, а стоимость Windows Phone 8S чуть больше 14 тысяч Отличительной чертой обеих моделей является оригинальный дизайн и по четыре опциональных цветовых решения на каждый смартфон Корпус устройства выполнен из специально разработанного пластика, шершавого и приятного на ощупь, но по обещаниям создателей, не стирающегося со временем, подобно привычному софт-тач покрытию Сочетание формы и материала делает обе модели очень удобными по хвату Сегодня, подержав его в руках, поняв, какой он просто органичный, как он легко ложится в руку, какой он тонкий Гладкий Гладкий, да, это просто нечто На презентации отметили, что смартфончики заметно выделяются среди конкурентов по качеству камер и звука Старшая модель 8X щеголяет широкоугольной фронтальной камерой с углом обзора 88 градусов и поддерживает видеосъемку в разрешении Full HD Основная 8-мегапиксельная камера на задней стенке имеет светосильную оптику, что позволяет ей сравниться с обычными фотоаппаратами-мыльницами Модель 8S фронтальной камерой обделили, а тыловую сделали скромнее на 5 мегапикселей, но тоже со светосильной оптикой и поддержкой видеосъемки лишь в разрешении до 720 точек Также устройство использует технологии Beats Audio для улучшения качества звучания музыки в наушниках Но только модель 8X имеет продвинутый усилитель 8S, как и прежние решения HTC с поддержкой Beats Audio, обходится лишь программной настройкой звучания, которая, впрочем, действительно неплоха Однако печалит то, что модели комплектуются стандартными гарнитурами, а не решениями Beats Audio, которые были у предшественников Экраны гаджетов изготовлены по технологии Super LCD, причем для старшего использована матрица уже второго поколения В целом, запаса яркости достаточно даже для работы в солнечный день Углы обзора и цветопередачи также не вызывают претензий, а защищают экраны стекла Gorilla Glass Процессоры смартфонов двухъядерные, поэтому запаса мощности должно хватить для самых ресурсоемких приложений Правда, у старшей модели процессор в полтора раза шустрее по частоте — целых полторы тысячи МГц Да и оперативной памяти там поболее — 1 ГБ против 512 МГц у младшего брата Также 8X имеет 16 ГБ встроенной памяти, но без возможности дальнейшего расширения У 8S внутри лишь 4 ГБ, зато это компенсируется наличием слота MicroSD Мне кажется, что читателям навигатора игрового мира нужно больше обращать внимание на такие устройства, как наши современные смартфоны Потому что по сегодняшнему меркам это совершенно полноценные игровые устройства И все развлечения, которые доступны на самого разного рода игровых устройствах традиционного характера, уже пришли на наши мобильные платформы Не менее востребованным достоинством смартфонов является и новая операционка, которая избавилась от недостатков прежних версий Windows Phone Так что стоит подождать, когда приложений для нее появится хотя бы столько, сколько есть для систем на базе Android А потом можно и подумать о покупке Макс? Да? Макс? Что, что, что? Да закончился уже сюжет, что? С вами был Инспектор Гаджет Пока! Какой пока? А про СТГ кто будет рассказывать? Ну ты расскажи! Хорошо А сегодня в рубрике СТГ, самый тупой гаджет недели, вот эта вот футбольная приставка В наш век айфонов и планшетов, вот это вот, это как, ну, динозавр среди небоскребов Монохромный дисплей, всего лишь одна игра в футбол Звук этот отвратительный, это же из 80-х привет! Да даже в Тетрисе 10 лет назад все было намного круче А почему ты не вспомнила о том, что он вибрирует каждый раз, когда ты пропускаешь мяч? Ну, я думаю, это лишнее Нет, 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 пусть все знают Давай, 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 вот так, пас, удар, но проходим по пробке, закончишь на туры И, блин, это же гол тебе! В общем, это однозначно самый тупой гаджет недели Алиночка, а сколько у тебя ушей? Ну, два А у меня три Это как, среднее ухо, что ли? Вот! Угу, тогда не три, а шесть Не шесть, а семь! Почему семь? Потому что все они со звуком 7-1 Тогда это восемь Это ушастое чудо формата 7-1 именуют SOMIC G927 Весит эта аудиорубка всего 300 граммов При этом внутри запрятаны не только парочка 40-мм динамиков, но и полноценная звуковая карта XTG USB Soundcard Собственно, именно эта малютка и дает эффект объемного звучания, правда виртуальный Для полноценного объемного звука необходимо все же больше динамиков Зато у SOMIC'а отличный всенаправленный микрофон, который не подведет и в скайпе, и в голосовых чатах онлайн игрушек Звук четкий, громкость хорошая То же самое можно сказать и о самих наушниках А трехметровый провод с пультиком управления лишь усиливает приятное впечатление Правда, подключить их к плееру или мобильнику не удастся Только USB-соединение с компьютером Модель можно купить за 25 баксов в китайском онлайн-магазине И радоваться как минимум несколько месяцев К тому же это единственный продукт, у которого вообще нет отрицательных отзывов в интернет-магазинах А у меня в детстве SOMIC был в апвариуме Он прилипал к стенке и корчил всякие смешные рожи Вот такие вот А я в детстве SOMIC'а вбил веслом Немного дороже, около 2000 рублей, просят за гарнитуру Thermaltake Shock Spin HD За эти деньги кто-то получит удобное и эргономичное устройство с хорошим звуком Единственное, что странно удивляет, отдельный проводной микрофон Почему его сделали таким, понятно, чтобы использовать гарнитуру в качестве наушников для вашего плеера Но зачем тогда называться игровой гарнитурой? Впрочем, комплект кабелей и специальный адаптер делают из Shock Spin HD полноценный инструмент для сетевых баталий Правда, киберспортсменов поначалу может удивить стойкий запах пластика Но это лишь на время Зато 50-миллиметровые динамики, армированный провод и пусть виртуальный, но очень хороший звук 7.1 Заставят позабыть о мелких недочетах и сконцентрироваться на игре В том, что это именно игровое устройство, сомнений нет Микрофон работает чутко, шумов нет Звуковая карта встроена в тот самый адаптер И самое главное, после нескольких часов игры уши не просятся на свободу Кто-то заметит недостатки низких частот, кто-то обратит внимание на яркие светодиоды индикации Но в целом это неплохой выбор за свои деньги Ну и флагманом сегодняшней тройки стала беспроводная гарнитура Corsair Vengeance 2000 Издалека выглядит она солидно, на все 5000, что за нее просят Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что почти все детали с остальным блеском, увы, пластиковые Металлическое лишь колесо регулировки громкости Рядом с которым размещены и остальные органы индикации и управления Кнопка включения, индикатор подключения и гнездо microUSB для подзарядки С многоцветным светодиодным индикатором С удобством использования проблем нет Регулируемое оголовье легко налезает даже на башню 62-го размера А мягкие амбушюры из микрофибры кажутся продолжением кожи И вряд ли облезут со временем, как кожзам из шкуры молодого дермантина Как у некоторых наушников, имеющихся у нас в пользовании Как в случае и с остальными гарнитурами, обещающими восьмиканальный звук Многоканальность виртуальная В наличии лишь пара 50-мм динамиков Зато к ним придраться сложно Запас громкости огромный Да и с низкими частотами они справляются лучше 40-мм Да и в играх звук гарнитуры очень хорош Как нет жалоб и на подвижный микрофон Поэтому показателю все наши сегодняшние испытуемые показали себя молодцами А на полном заряде аккумулятора Corsair протянет чуть больше 9 часов Что совсем неплохо Увы, беспроводная технология имеет и свои минусы Уверенная передача звука обеспечивалась гарнитурой лишь в пределах одной комнаты К потере звука приводит любая стенка Стоит ли в таком случае переплачивать за беспроводные возможности, если аналогичная проводная модель Corsair Vengeance 1500 USB стоит ощутимо дешевле? Гаджет, ты меня слышишь? Слышь, слышу Но если ты хочешь, чтобы тебя остальные услышали, тебе нужно вот так сделать С вами был инспектор Гаджет И Алина Никобаева И помните, я до чего-нибудь да докопаюсь Чмоки А почему это я Никобаева? А, ну да В общем, все, все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok